здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube приветствую всю планету земля значит сегодняшняя тема у нас очень злободневно это огурцы и их болезни вот даже не знаю напугать вас или не надо вот посмотрите пожалуйста на эту таблицу посчитайте сколько здесь цветных фотографий и представьте себе что это болезни только огурца только огурца вот из-за наших неправильных манипуляций с почвой семенами с удобрениями происходит вот такая вот беда есть и их прочитать все то можно сойти с ума вот знаете некоторые говорят я люблю белоплодные огурцы а знаете ли вы белоплодность вот он этот огурчик это болезнь огурца это не просто так также как и махровость у цветов также как и пестрые лепестки у цветов это тоже болезни но я сегодня не об этом я хочу сказать что увидев вот такое огромное количество но я вам скажу сколько раз два три 4 5 6 6 у 5 здесь только изображено 30 заболеваний это не вредители нет ребята это заболевание их 30 вот такая вот безрадостная картина от чего вот это все происходит во первых запомните себе пожалуйста никогда в огурцы там где они будут расти не не вносите вы свежий навоз ну категорически нельзя этого делать мало того что жарко в закрытой до системе там хоть это даже и парник так еще и под корнями печет огурцу нельзя этого он же да может плодоносить при температуре 30 35 и 40 градусов но это не значит что у него корни должны гореть нет и потом помните всегда любое растение посаженное в навозную не с перегноем а в навозную землю она тормозит в росте она не может развиваться нормально кроме гнили про которые тут написано серая гниль белая гниль черный сажистый грибок этого у вас будет во в достатке просто а для того чтобы ваши огурцы были здоровы первое что вы должны помнить сажая семечко в горшочке ну еще раз повторюсь плашмя вы должны внести в этот горшочек вот то место где у вас будет семечко огурчика закопано пожалуйста приобретите такие препараты которые называются триходермин я вам уже уши прожужжала есть его аналог глиоклодин эти препараты очень хорошо работают для того чтобы избавиться от ненужной в патогенной флоры которая в почве развивается очень быстро вы с упрямством просто ну не знаю барашка вот не хотите ничего делать как надо внесите несколько зернышек посеете огурчик ну не переувлажняйте почву так чтобы текло влажная должна быть но не мокрая чтоб не вот из горшка не хлюпала все растеница взошло ему там хорошо болезни нет развивается хорошо с тремя четырьмя листьями вы высадите в парник или в теплицу так выше в лунку посадочную внесите тот же триходермин или тот же глиоклодин я вам все покажу как это делается но я заранее хочу упредить чтобы вы хоть препарат это приобрели это оба препарата они био они совершенно не фито токсичные и это тоже грибы это развивающаяся грибница но она антагонист она противостоит тем грибам которые готовы уничтожить наши посадки понимаете я надеюсь что понимаете потому что когда начинает растение вегетировать то есть расти естественно мы высадили огурец у него три-четыре листа он практически готов плодоношению и вот тут вот все хозяюшки но такие лапочки они начинают трястись огурчик показался в пазухе там в одной из первых пазух там второй третий может быть и мы ждем когда там появятся огурчики да господи боже мой да уберите вы все помните всегда говорю на 30 сантиметров в теплице вычистите все пазухи огурца ну во всех видях видео одно и то же вычистите это значит у вас пять листьев и все пазухи вычистите так чтобы там не было никаких зародочей огурцов просто листья они нужны для того чтобы вырастить все остальное для нас и если вы если вы все-таки набухали что-то в эту почву и видите что хотя бы у одного у одной плети огурца начинает развиваться какая-то гниль особенно вот там где корневая шейка находится и первая пазуха с листом вот там обычно это происходит но возьмите возьмите вы и извести гашеную но такую которую уже там двое-трое суток будет погасите сами и это извести не должна быть очень густой ну так как сметанка 10 процентная примерно добавьте туда на литровую банку на такой объем на кончике ножа медного купороса порошок размешайте все тщательно и промажьте но только вечером не на ярком солнце промажьте эту первую пазуху эту корневую шейку то что у земли находится вы очень себя спасете уверяю вас у вас триходермин или глиоклодин находится в почве и он защищает ваше растение но чтобы не было проблем от того что вы льете совершенно холодной водой вот попадаете на растение они под его корни очень неаккуратно это делаете у вас хоть не заболеет растение не давайте вы плодам появляться там где им еще рано появляться первые пять листьев 30 сантиметров вычищаем полностью и только все остальное запускаем для того чтобы огурец плодоносил самые урожайные огурцы длинноплодные самые урожайные потом идут гладкие огурцы гладкоплодные уже как бы да как они называются там правильно зеленцы нет неправильно но сейчас современные корнишоны это маленькие 8 10 сантиметров если это гибриды то среди них очень много таких которые превосходят по урожайности даже длинноплодные вот я вам представлю и показывать не буду как называется вот прям вот так вот посмотрите какие красавцы ну просто красавцы вот для того чтобы вырастить такие урожаи конечно надо постараться я вот хочу только вам показать два любимых огурца это два моих любимых вот так закрою да вы не видите какая фирма это предгорный виноград я вам рекомендую этот огурец для парников и открытого грунта но открытый грунт вы не обольщайтесь не подмосковье не запад нашей страны первое месяц практически даже если погода установится 20 с лишним градусов вы все равно будете держать его либо под пленкой либо под укрывным лучше укрывной а можно сверху пленкой на ночь потому что огурец это такая культура капризная при плюс 16 уже никто не плодоносит при плюс 12 уже никто не растет и все что я вам сегодня показала в качестве пугалки вы должны запомнить что вот это может быть с каждым огурцом и запаситесь пожалуйста терпением и препаратами триходермин и глиокладин глиокладин аналог триходермина абсолютно безвредные препараты которые спасут растения даже в том случае если вы огурцы по огурцам посадите снова но не рекомендую этого делать на этом закончу всего доброго и до свидания а